Здравствуйте! В эфире очередная программа «Сила права». Сегодня мы будем говорить на такую тему защита прав граждан при рассмотрении их обращений в органах прокуратуры. И, как всегда, со вступительным словом выступит старший помощник прокурора республики Елена Дармаграева. Елена, Вам слово. Рассмотрение обращений граждан является одной из основных правозащитных функций органов прокуратуры. Право на обращение закреплено в статье 33 Конституции Российской Федерации. Реализация гражданином данного права предполагает наличие обратной связи с заявителем, поскольку у обратившегося есть не только право подать заявление, но и получить на него мотивированный ответ. В органах прокуратуры разрешаются заявления, которые содержат сведения о нарушениях закона. Подать заявление можно в устной или в письменной форме, направить заявление по почте, подать его в форме электронного документа. Также заявление может быть подано на личном приеме прокуроров и направлено к нам средствами массовой информации. Хотелось бы отметить, что число поступающих в органы прокуратуры обращений остается стабильно высоким. Это, конечно же, говорит о доверии граждан к надзорному ведомству и в то же время отражает повышение уровня правосознания заявителей, которые не хотят мириться с нарушениями своих прав и стремятся их отстаивать всеми законными способами. Прокуратура всегда была и остается тем государственным органом, в котором люди могут найти квалифицированную юридическую помощь. В ходе прокурорских проверок выявляется и устраняется значительное количество нарушений. Об этом мы и будем сегодня говорить в нашей программе. И также будут затронуты вопросы приема граждан в органах прокуратуры. Здравствуйте, Алана. Скажите, как часто граждане нашей республики обращаются в органы прокуратуры? В минувшем году к нам поступило свыше 6000 обращений. Из них 3300 рассмотрено в органах прокуратуры непосредственно прокурорами. 484 обращения удовлетворено и в целях восстановления законности принято около 800 актов прокурорского реагирования. И для нас это не просто статистика, не просто цифра, это реальная помощь людям. В ходе прокурорских проверок по обращениям выявлено и мерами прокурорского реагирования пресечено 1448 нарушений. Это немало. Ну и соответственно, это стало закономерным усилением прокурорского надзора за исполнением законодательства на территории республики. Скажите, а с какими проблемами чаще всего обращаются граждане? Свыше 2400 обращений касались соблюдения законов в различных сферах правоотношений. И в основном это такие сферы, как жилищно-коммунальное хозяйство. В частности, это вопросы, касающиеся своевременного и качественного предоставления услуг ЖКХ. Также законности обоснованности начисления тарифов за пользование услугами ЖКХ. Кроме того, обращения касались соблюдения законодательства земельного, пенсионного, социальных, жилищных прав граждан. Существенную часть составили жалобы на действия и бездействия следователей и дознавателей при рассмотрении сообщений о преступлениях. Кроме того, это жалобы о несогласии с принятыми процессуальными решениями по уголовным делам. Их количество составило более 23%, что является значительным. Наверное, значительное количество нарушений – это все-таки социальная сфера. Вы можете привести какие-то примеры? В первую очередь, это трудовые права граждан. В суды прокурорами предъявлено 236 исков о выплате заработной платы. Мерами прокурорского реагирования ликвидирована задолженность по заработной плате в размере 8 миллионов 700 тысяч рублей на предприятиях республики. Прокурорами также пресекались незаконные отказы в начислении социальных выплат и пособий. Так и с Жигутинской межрайонной прокуратурой в судебном порядке восстановлены права многодетной матери, которое было необоснованно отказано в начислении и выплате пособий на детей. Защита прав детей – одна из самых важных задач нашего государства. И в связи с этим я хотела бы вас спросить, как обстоят дела по рассмотрению обращений в сфере защиты прав интересов несовершеннолетних? Да, конечно, такие обращения поступают в прокуратуру. И значительная часть удовлетворенных обращений в прошедшем году касалась жилищных прав детей-сирот. Права детей-сирот восстанавливались посредством обращения прокурора в суды. И благодаря прокурорскому вмешательству удалось добиться увеличения в 2022 году из республиканского бюджета денежных средств на приобретение жилья детям-сиротам с 66 до 97 миллионов рублей. Для детей-сирот приобретено 41 жилое помещение. И более того, в результате вмешательства прокуратуры увеличен объем средств на приобретение жилья детям-сиротам в 2023 году на 40 миллионов рублей. Пресечены нарушения при обеспечении детей-инвалидов питания. Так, в истекшем году были направлены иски в суды. Представления вносились о взыскании с администрации городов и районов денежной компенсации взамен непредоставленного двухразового питания детям. Также по иску прокурора Зеленчукского района несовершеннолетняя, страдающая тяжелым наследственным заболеванием, была обеспечена получением жизненно необходимого лечебного препарата. И в пользу несовершеннолетней и ее законного представителя был также взыскан моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Какая работа по приему заявителей проводится в органах прокуратуры республики? Вот самая основная какая работа? Как я уже сказала, проблемы волнующие граждан связаны зачастую с проблемами, связанными со сферой ЖКХ. Также это социальная поддержка граждан, защита интересов предпринимателей, соблюдение прав участников уголовного судопроизводства. На личном приеме в минувшем году было принято свыше двух тысяч граждан, которым оказана юридическая помощь. Более полутора тысяч из них принято лично прокурорами и их заместителями. На постоянной основе проводится личный прием граждан в городах и районах. Работает мобильная приемная, в том числе осуществляются выезды в отдаленные районы республики. Также на системной основе проводится личный прием предпринимателей. И руководством прокуратуры республики по результатам встреч с предпринимателями оказана конкретная помощь. К примеру, хозяйствующему субъекту, своевременно и качественно выполнившему контрактные обязательства, были возвращены денежные средства в сумме 785 тысяч рублей. Алана, скажите, как к человеку, простому человеку обратиться в органы прокуратуры? Что для этого нужно сделать? Обращения в органы прокуратуры составляются в произвольной форме. При этом обязательным требованием является указывание фамилии имени отчества заявителя, почтового адреса, либо электронного адреса в указанном заявлении и, соответственно, краткое содержание жалобы. В какие сроки рассматриваются обращения? Вот иными словами, когда заявителю ждать ответ? Общий срок рассмотрения обращения составляет 30 суток со дня регистрации. При необходимости проведения более углубленной проверки по обращению срок проведения проверки может быть продлен до 30 суток с уведомлением заявителя. В случае, если граждане жалуются на процессуальные решения, принятые следственными органами, то срок рассмотрения обращения составляет трое суток и может быть продлен до 10. Установлены сокращенные сроки для отдельной категории граждан. Обращения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей разрешаются в течение 15 дней. И если не требуется дополнительной проверки, то срок рассмотрения составляет 7 суток. В заключение добавлю, что поступившие к нам обращения являются главным источником информации о состоянии законности в республике. И поэтому призываю граждан республики воспользоваться правом на обращение с жалобой в прокуратуру. В сегодняшних условиях пристальное внимание уделяется обращениям инвалидов, пенсионеров, людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. И нами принимаются меры к полному объективному рассмотрению обращений, вплоть до фактического устранения выявленных нарушений по жалобу. Ну что же, я благодарю вас за полную информацию. Спасибо, что были сегодня у нас в гостях.